Я залечу твою рану одним действием. Назад в будущее. Переводим стрелки, господа. Не паникуем, не нервничаем. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В Казанском федеральном университете стартовала приемная кампания для студентов. Подать заявление на поступление можно тремя способами. При личном посещении, через Почту России, а также в социально-образовательной сети Буду Студентом. Поступить на интересующее вас направление можно по результатам единого государственного экзамена. Большинство специальностей не требует сдачи вступительных испытаний. Однако ряд творческих профессий обязывает прохождение дополнительных экзаменов. Вся основная информация находится на сайте Казанского федерального университета в разделе «Приемная комиссия». Кроме того, в УЗИ с 15 июня работает колл-центр, где абитуриенты смогут получить ответы на все интересующие вопросы, а также дополнительно ознакомиться с правилами поступления. Также на базе Казанского федерального университета откроется специальная площадка для абитуриентов. Она будет располагаться во втором высотном корпусе по адресу улица Кремлевская, дом 35. В этом году нет согласия о зачислении. Абитуриент сам расставляет направление, которое он выбрал, приоритеты. И приоритетность играет, вернее, влияет на то, как он будет двигаться в рамках зачисления, как будет проходить движение заявления абитуриента в рамках зачисления. Семена Романова, ученого Казанского федерального университета, накануне наградили на площадке Петербургского международного экономического форума. С победителем конкурса «Моя страна, моя Россия» встретилась моя коллега Маргарета Михайлова. Первое место. Романов Семен Романович, Республика Татарстан. Семен Романов, ученый Казанского федерального университета, до последней секунды не мог поверить, что его научный проект победил. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» Семен уже принимал участие. Но тогда исследование так и не дошло до финала. Теперь, спустя год, среди порядка 100 тысяч научных проектов, эксперты дали наивысшую оценку именно его работе. Ученый занимается разработкой эффективных, нетоксичных, противомикробных композиций для ветеринарии. Об одном таком составе мы уже рассказывали вам ранее. Команда ученых Казанского университета разработала уникальный зоошампунь. Сейчас они работают над новыми проектами, которые будут полезны не только для животных, но и для людей. Мы традиционно ведем синтез биологически активных соединений, которые эффективны в отношении патогенных, условно-патогенных бактерий и грибков. Например, кандида альбиканса, которая вызывает молочницу. И стараемся параллельно разрабатывать уже финальные рецептуры фармацевтических композиций. Например, конкретно сейчас совместно с Галкиной Ириной Васильевной, профессор нашей кафедры, мы подготовили заявку на патент по пропитке для ран, для раневых повязок. Как утверждают ученые, таким раствором можно пропитать все, что угодно. К примеру, предметы одежды, пластырь или повязку. Но в рамках текущего проекта команда остановилась на последнем. Эти раневые повязки будут пропитываться нашим веществом активным и, соответственно, будут обладать дезинфицирующей активностью. То есть, в принципе, в полевых условиях можно наложить эту повязку, она будет рану обеззараживать. Итоговый продукт при выходе на рынок может опередить своих российских и зарубежных конкурентов. Область его применения не ограничена. Такая повязка пригодится как в быту, так и в специализированных учреждениях. Я познакомился с одним бизнес-консультантом из Индии. Он мне предложил, что когда ваш проект будет в финальных стадиях, то можно попробовать попытаться запустить что-то уже и в Индии. Потому что сейчас его как раз-таки привлекли к сотрудничеству для реализации разработанных продуктов в нашей стране на территории Индии. Сейчас Семен подал заявку на молодежный конкурс российского научного фонда. О результатах говорить рано. Их объявят в начале июля. Несмотря на победу в прошлом конкурсе, Семен не расслабляется. В России много талантливых ученых. Он, несомненно, входит в их число. Но всегда есть простор для роста и развития. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатуллин. Универньюс. В день весеннего солнцестояния был внесен на рассмотрение в Государственную Думу новый законопроект, который предусматривает возрождение старой традиции многих жителей России. А именно переход к сезонному времени. О том, что это такое и почему появилась такая необходимость, расскажем в следующем сюжете. 21 июня депутат Государственной Думы Михаил Матвеев выступил с инициативой вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Напомним, что подобный переход был отменен еще в 2011 году по указу бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время. На тот момент привыкшие к постоянным переменам граждане неоднозначно отнеслись к введенным изменениям. Однако спустя время горожане привыкли не переводить стрелки часов. И возврат к сезонному времени сейчас может вызвать негативную реакцию общественности. Действительно очень много лет использовался механизм перевода часовых стрелок и делалось это для того, чтобы оптимально использовать ресурсы света, которые дает нам природа. Дело в том, что, например, вот сейчас в июне уже в три часа ночи светло буквально как днем и этот свет можно было бы использовать с последующей такой экономией электроэнергии. В телеграм-канале депутата, где был проведен опрос, население против идеи о сезонной смене времени проголосовало 62% опрошенных. По словам большей части из них, подобные скачки времени негативно сказываются на организме человека, успевшего за полгода привыкнуть к единому ритму. Казалось бы, незначительная разница всего в один час может сильно повлиять на работоспособность и спровоцировать появление проблем со сном. В силу того, что мы крупный центр, для нас может быть это суммарно и не очень оптимально. Говоря о медицинском аспекте, о том, что человеку может быть сложно приспособиться к новому времяисчислению, стоит отметить, что учеными признано, что человек привыкает. Таким образом, действительно есть некий негатив от самого явления перевода. Основной предпосылкой к регулярной смене времени послужила климатическая особенность России. Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию. Кроме того, при переходе на летнее время закат в самые длинные дни года в среднем по стране не будет раньше 22 часов, а восход не будет раньше половины пятого утра. Такой распорядок дня, по мнению депутата Михаила Матвеева, убедительно доказывает необходимость летнего времени. Мнение жителей Казани разделилось. Одни считают, что подобные изменения могут положительно повлиять на жизнь и работоспособность, другие относятся к изменениям резко негативно. Сношусь я не очень хорошо к данному процессу, потому что мне кажется, что мой организм пострадает, потому что он привык к определенному времени. Если сместить мой внутренний часовой баланс на час назад или на час вперед, то мне будет некомфортно, например, просыпаться рано утром на час раньше. Ну, наверное, более положительно, потому что у нас в три утра уже светает, спать тяжеловато, если у вас не блэкаут шторы. Как бы мы не Питер, у нас нет белых ночей, поэтому я считаю, что это хорошая инициатива. Вообще я плохо отношусь к этой инициативе, мне кажется, государство зря вносит такой закон, потому что это будет сбивать человека, то есть его биоритм будет нарушаться. Вот даже, допустим, когда ты переезжаешь в другой город, и там другой режим, очень сложно привыкнуть к этому режиму. Вообще я плохо отношусь к переводу на зимнее время, потому что я уже сформированный человек, у меня уже сформировались какие-то свои внутренние часы, и, то есть, например, на работу просыпаться на час раньше мне будет как-то некомфортно, как мне кажется. И мне кажется, эта инициатива не совсем нужна. На мой взгляд, начнется некая путаница у российского народа, в первую очередь. Они будут себя чувствовать не то, что, наверное, неполноценными, а как будто у них, ну, отняли один час, то ли прибавили. Начнутся эти все опоздания и будут сказываться на людей очень жестко. Стоит отметить, что наличие сезонного времени сильно повлияет на производительность граждан, однако поможет возобновить баланс светового дня, как летом, так и зимой. Елизавета Газизянова, Юлия Усманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Как определить ментальное состояние здоровья человека по голосу? Студентка Казанского федерального университета разработала приложение, которое с легкостью справится с этой задачей. Подробности узнавала моя коллега Аделина Абдарахманова. Студентка третьего курса Института международных отношений Казанского федерального университета Татьяна Иванова разработала проект мобильного приложения Homo Cogitans с применением искусственного интеллекта для определения состояния ментального здоровья человека. Мы с ребятами из моей команды еще летом решили прокачать нашу идею, нашу концепцию и поучаствовать в конкурсе, который не просто даст нам призы, но еще прокачает нашу идею и даст возможность приблизиться, наконец-то, к MVP, к разработке данной идеи. Приложение Homo Cogitans – человек мыслящий, распознает речь пациента и может определить его ментальное состояние, например, уровень стресса, наличие бессонницы и тревожность. Искусственный интеллект сохраняет данные о самочувствии человека в еженедельном отчете и строит прогноз на неделю. Основная идея нашего приложения – в кооперации между специалистом, искусственным интеллектом и пациентом для постоянного мониторинга самочувствия пациента. Но что делать, если пациент, в принципе, не знает, что с ним происходит? Стоит ли обращаться к специалисту? Где найти стоящего специалиста и кому обратиться? Тогда наш чат-вод Кики обязательно поможет с этим, а также сможет определить уровень стресса, тревожности и бессонницы по голосу человека. Да, именно так. То есть человек говорит, отвечает на вопросы нашего чат-вода Кики, и затем уже она по голосу сама определяет уровень тревожности, стресса и бессонницы. И затем уже может подобрать нужного специалиста. Чат-бот распознает голос пользователя, а виртуальный помощник определяет уровень тревожности, стресса и бессонницы и предлагает подборку специалистов, к которым можно обратиться за помощью. Приложение предназначено для того, чтобы люди, испытывающие стрессовое состояние, смогли отслеживать свое ментальное здоровье и по итогам работы со специалистом, могли также оценить результат работы. Отметим, что свой стартап Татьяна Иванова разработала в рамках Всероссийского инновационного конкурса «Неограниченные возможности». Проект вошел в топ-5 лучших инновационных проектов по всей стране в номинации мышления. Адалина Абдрахманова, Универньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!